Нет времени объяснять, скорее ставь лайк и подписывайся на канал. Хей, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в Эгру за 74. Мы с вами вернулись в кулинарный мир Карли на часах уже поздняя ночь, и наша главная героиня собирается наконец-то отдохнуть. На следующий день она, конечно же, поедет в свой магазинчик, ведь у нас огромное количество дел. Ну, во-первых, мы с вами должны продолжить делать ремонт нашего магазинчика, а во-вторых, нам с вами нужно приготовить и продать огромное количество различных смоколоков, потому что наша Карли наконец-то купила еще один прибор для своей кухни. И, кстати, ребят, к нам в гости приехала родственница с дочкой. И что-то мне подсказывает, что Карли, возможно, предложит ей переехать в наш дом. Ну, во-первых, я думаю, что ей будет приятна компания, потому что она все-таки живет одна в таком вот потертой-затертом домике. Ну, и, во-вторых, может быть, наша родственница захочет нам помочь с ремонтом, потому что у нас тут и дело огромное количество. Да, и, может быть, она тоже захочет что-нибудь готовить. И вы представляете, у нас будет огромный ресторан, где у нас будет готовить и Карли, и Ева. И, конечно же, они, может, потом кого-то еще наймут. В общем, мне кажется, что идея очень классная, так что, возможно, Ева с дочкой к нам переедут насовсем. Ну, пока что это, знаете, мысли в голове у нашей Карли. То есть, как бы, она вроде как наладила отношения со своей родственницей. Они впервые встретились несколько серий назад, и вроде бы, вроде бы у них даже очень неплохо складываются отношения. Я надеюсь, что Ева захочет к нам переехать. Это было бы действительно очень круто. Представляете, если бы они вместе занимались своими заведениями. Там будет кафешка, там ресторанчик, там какой-нибудь барчик. А может быть, Ева, кстати, будет заниматься напитками. Или же, например, она будет готовить варенье. Посмотрим. Главное, чтобы Ева к нам переехала. Итак, давайте посмотрим, что у нас вообще дома происходит. А у нас, кстати, между прочим, сейчас жуткий праздник. И, кстати, прошел он очень даже неплохо. Только вот я вижу, что почему-то не все конфеты съели. Ну, не хотите, как хотите, нам больше достанется. Вы же понимаете. Значит, что у нас здесь? Давайте пробежимся по нашим комнатам. Я, главное, хочу проверить, чтобы у нас тут было чисто. И, кстати, возможно, возможно, наша Карли будет комнату сдавать Еве. Но, может быть, и нет. В общем, посмотрим. Пока что это так просто в планах. Значит, на кухне... Ну, на кухне у нас все, в принципе, как обычно. Главное, чтобы ничего не сломалось. Пицца! Ребят, ставьте лайк, кто тоже сейчас хочет пиццу. Потому что я уже жмякаю лайк. Я уже жмякаю, потому что пицца, ну вы что? Это же всегда смакоток. Кстати, какая у вас любимая пицца? Ну, а мы с вами поднимаемся наверх. Я очень надеюсь, что Ева сейчас в доме. Потому что, вы знаете, у нас иногда Симы приезжают в гости и куда-то себе отправляются по каким-то своим делам. А особенно в ночь. Почему-то они любят куда-то уезжать. Ну, надо бы вообще-то эту воду поменять. Потому что, между прочим, Ева нам, может быть, поможет со стиркой. Значит, здесь у нас комната малышки. Ну и как вы видите, вроде бы у них все в порядке. Да, комната пока что так вот простенько обставлена. Но понятное дело, что затем мы с вами продолжим делать ремонт. И здесь у нас спальня девушек. Здесь у нас кровать нашей Карли. Здесь кроватка Евы. И, честно говоря, я бы, наверное, ее поменяла. Потому что, ну да, это раскладушка, но несколько дней, наверное, на ней спать будет. Но не очень ей комфортно. Поэтому, возможно, затем мы с вами ее поменяем. Ну что, ребята, давайте посмотрим, что у нас по финансам. А по финансам, кстати, у нас сейчас не такая уж поздняя ночь. Всего лишь полдесятого. Хотя, как вам сказать, учитывая, как устает наша Карли, то, может, для нее это уже и поздняя ночь. В общем, что я вам хочу показать. У нас теперь есть пиццеделка. И мы с вами можем приготовить... А давайте вообще посмотрим, что мы... Вау! Слушайте, а у нас разве не было пиццеделки? У нас точно не было пиццеделки? Ну, по-моему, нет. Я не помню, чтобы мы делали пиццу. Потому что эту серию я записываю, не знаю, через сколько... После записи предыдущей. У меня был перерыв около, может быть, месяца. Но, может, трошки меньше. Я уже не помню. Мне кажется, что у нас не было пиццеделки. В общем, давайте, может быть, мы сделаем сейчас пиццу 4 сезона. А чего нам не хватает, ребят? Ага, помидоры. Слушайте, нам нужны помидоры. А у нас не растут помидоры. Кстати, ребят, мне кажется, что наша Карли должна выращивать у себя в садике в первую очередь те, например, фрукты или овощи, которые она использует при готовке. Поэтому нам, конечно, бы желательно вот здесь все-таки организовать какую-нибудь, ну, не знаю, мини-оранжерейку. И там бы мы могли, кстати, помидоры посадить. Потом, что нам с вами еще может понадобиться? А пока что мы с вами не знаем. Что здесь? Ребята, тут что-то готовилось. Ой, представляете, там что-то готовилось. А что ты тут готовила? Я даже боюсь тебя спрашивать, это что такое? Оно хоть не испортилось? Почему нужно к себе в карман это сразу кидать? Тесто. Все. Тесто отправляйся сюда. Больше у нас ничего нет. Кстати, давайте сразу же сюда закинем петрушку. И, в принципе, можно, ну, черешню можно, наверное, посадить. Но, опять-таки, нам вроде бы черешня нигде не нужна. Мы с вами вроде ее нигде не используем. Значит, море продуктов у нас, понятное дело, что нет. Этого всего у нас нет. Сердешные вафли. Плод граната у нас закончился. Кстати, вафли с грибами давайте сделаем. То есть, у нас сейчас будет наготовлено несколько различных блюд. И, понятное дело, что мы с вами... Кстати, пригласить за стол. Мы с вами, понятное дело, что все это утром заберем. И поедем в наши заведи... Да что же у нас серия начинается с такого? А почему пожар? Ребята, вафельница горит. Туши себя. Дурное сало, туши. Туши, говорю тебе. Потуши себя. Давай, туши, туши, туши. Ребят, ну это просто какой-то кошмар. А чего ты вдохнов... Подожди, а чего это она вдохновилась? А как потушить вот это вот все? Или она уже потушила? Все? Моя ты умничка. Фух, ребят. Фух. Так, спокойно. Спокойно. Давай ты сейчас дубль два, ребят. Дубль два готовить. Это у нас грибы... Не, они пропали. Давай-ка ты вот сейчас делаешь по-умному. Ты закинешь и убегай. Тикай отсюда. Например, в душ. Полировать пока не надо. Давай освежай. Освежись, пожалуйста, на ночь. Но главное, больше ничего не трогай. Я тебя прошу. Ребята? Как бы это как это? У нас осталось 327. Так, а мы с вами готовили их или не готовили? Блин, ну вы представляете, мы с вами перевели все жидкое тесто. Вот же ж, блин, неприятная ситуевина. Ладно, нам с вами нужно заготовить жидкое тесто. Можем это сделать? Да. Благо у нас с вами есть еще ингредиенты. Но это, блин, совсем обидно, получить блюдо. Да, получить... Не трогай, пожалуйста, главные наши ингредиенты. А где ты будешь готовить, дорогая моя? Давай я тебе лучше помогу. Я пиццу... Давайте пиццу здесь. А я не могу никуда перенести, потому что это она начинала готовить. Я же не могу управлять тем, что она делает. Значит, она поет пицца? Ребят, мне кажется, ли она только что спела... Пицца, I love you, пицца. Ладно, допустим. Э, хорошая моя, не надо. Не надо у тети Карли такое устраивать. Я тебя очень прошу, не надо, не надо. Ванесса, давай мы поиграем с тобой в ку-ку. Давай в ку-ку поиграем. Ну не надо так делать, ребята. Ванесса, я тебя прошу, не надо. Ты сейчас перепутаешь все мои сковородки. Потом я их буду полдня искать. Пожалуйста, не надо. А ну-ка, давайте посмотрим. Ну, в принципе, вроде бы неплохо у нас получилось. Так, а ну-ка покажи. Значит, великолепное качество. Закидываем в холодильник. Главное, чтобы она... Эм... Ева, давай ты ночью не будешь шуметь. Я тебя очень прошу. Не надо ночью шуметь. Ванесса, тебе бы, наверное, все-таки отдыхать отправиться. Ой, чувство, у нас тут будет весело. Хорошо, что мы с вами не в многоквартирном доме живем. Представляете, если бы Ева сейчас начала играть на скрипке, и тут такие соседи. Добрый вечер. А может, вам тут не надо шуметь? Вы там совсем не попухли? Давай еще раз попробуем грибочки приготовить. Давай-ка мы с тобой сейчас приготовим. И потом мы с тобой отправимся наконец-то отдыхать. Вот все, Ева. Отнеси, пожалуйста, малышку наверх. Ей здесь играть не с чем. Отнеси ее, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Потому что я уже начинаю нервничать, понимаете? У нас тут и так с самого начала серии пожар произошел. Так что, хорошая моя, ты забрала? Давай попробуем теперь взять грибные. Ева, отойди, пожалуйста. Я тебя очень прошу. У меня же есть еще грибочки. Давай, Ева, отойди. Мы, кстати, сегодня, конечно же, уже накинем трошечки денежек. Потому что мне кажется, что нам с вами нужно уже зарабатывать больше. У нас все великолепное, ребят. Поэтому надо наценку повышать. Так что, надеюсь, что у нас сегодня действительно будет прям очень-очень много денег. Главное, чтобы у нас сейчас ничего не пропало. Давай пиццу в холодильник. Главное, эту пиццу завтра просто не выставить. Потому что это будет прям совсем забавно. Работай, работай, работай. Блин, вафли с грибами, ребят. Вот я теперь хочу вафли. У меня нет вафельницы, но я хочу вафли с грибами. Это же, блин, пипец, как вкусно. Я уже вам миллион раз рассказывала, как во Львове пробовала такие вот офигенные шарики, как вафельки, но шарики. И они были с шинкою, с какими-то соусами. Ребята, так все, так все, нельзя. Получи вафли. Я начинаю уже путаться, что мне здесь надо, где же это нельзя. Потому что это... Ребята... Подождите, это что? Это, наверное, cranberries, нет? Или нет? Или да, или это типа черри? Ну, в общем, не очень понятно, что это такое. Но выглядит прям ням-ням-ням-ням-ням. Так, дорогая моя, поднимайся. А где малышка? А почему? Ну, вот знаете, как это называется? Это называется дурное сало. Зачем ты здесь оставила ребенка? Ложи спать, Киванессу. Вы понимаете, что у нас начинается интересная жизнь еще и с малышкой? Мне, конечно, очень бы хотелось, чтобы Ева нам как-то помогала. Но что-то мне подсказывает, что у нас все будет наоборот. Что мы будем с вами помогать Еве. Ну, как бы, может быть, она к нам приехала, чтобы мы ей помогли, а не наоборот. Уложи, пожалуйста. Уложи ее и сама уложи себя. Значит, я сейчас начну психовать. У нас действительно воскресенье. Знаете, вот я думаю, что суббота-воскресенье... О, у нас уже бабочки, ребят, летают. Попердолила у нас что-то. В общем, мне кажется, что суббота-воскресенье у нас должны быть суперпродуктивными днями. Знаете, ну, учитывая, что суббота-воскресенье, люди гуляют. И, конечно же, их заинтересует наше заведение. То я думаю, что мы с вами в любом случае должны будем завтра открыться. Я-то думала, что воскресенье, может, у нас будет такой вот, знаете, лайтовый день с перерывом. Но нет, давайте полуночку закинем. Давайте черешню, наверное, закинем. Нам бы, наверное, может быть еще яблочек. Ну, давайте 10 штук. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Трэвис и Карли хорошие друзья. Ну, спасибо за эту информацию. Это просто чудесно. Правда, я не помню, когда Карли последний раз общалась с Трэвисом. Но хорошо, друзья так друзья. Этой ночью пошел снег, и вы только посмотрите, как теперь красиво в Виллоу Крик. Ладно, ребят, все, у нас нет времени любоваться. Нам с вами нужно продавать все смоколки, которые с собой сегодня привезла наша Карли. Итак, давайте посмотрим. У нас сейчас есть пицца 4 сезона. У нас есть садовая пицца. У нас есть вафли с яблоками и беконом. Потом вафли с курицей. И вафли с грибами. Ну что, давайте будем начинать кулинарную ярмарку. Я очень надеюсь, что мы с вами сегодня сможем, ну, может, добавить второй этаж. Потому что как-то, ну, очень странно выглядит наше заведение без второго этажа. Я бы хотела здесь, знаете, такой вот маленький балкончик добавить. В общем, мне кажется, что мы с вами должны постараться заработать денежки. Вот, видите, здесь один балкончик. А я бы хотела прям вот на всю длину нашего магазинчика разместить балкончик. Там мы с вами используем вот такие вот окошки. Короче, у нас должно получиться очень красиво. А плюс мы еще, конечно, вот эти навесики добавим. А плюс гирлянды, ребята, у нас будет самый красивый. Ну, я очень надеюсь, что магазин вот в этой вот всей округе. И у нас... Хм, ребята, испорченная. Выброси, пожалуйста. Но она, наверное, сейчас не сможет выбросить. Еще у нас вот эта вот тарелка. Можно куда-то это все выбросить? Вот, все, выбрасываем. Эм, ребят, а чего это к нам такая злая Ева пришла? Приветики, а ты чего такая злая? Мы же вкусно вроде бы готовим. Тебе же вроде всегда нравилось у нас. Я надеюсь, что у нас сейчас это все купят. Потому что мне нужно добавить второй этаж, понимаете? Ну, это просто дело принципа. Я предлагаю трошечки ускориться, потому что мы же с вами 25 миллионов сразу же зарабатываем. Мне вот интересно. Роберт пришел, а Джек придет? А Джек выйдет погулять, скажите, пожалуйста. 35. Слушайте, мне так приятно, что они приходят, что-то покупают и садятся здесь кушают, понимаете? Они пользуются этим столиком. Они этим всем пользуются. Было бы, конечно, здорово, если бы они еще могли здесь знакомиться. Может быть, там что-то обсуждать. Хотя, может быть, если сюда придет какая-нибудь компашка, то, в принципе, может быть, оно так и будет. Ой, да ладно, ребят. Смотрите, Трэвис пришел. Слушайте, Трэвис наш хороший друг, я так понимаю. Но давать ключи мы с вами не будем. 65. Слушайте, ребят, покупают. Покупают, покупают. Нам бы, наверное, добавить еще один столик. Понимаете, в чем проблема? У нас здесь могут сидеть за вот этот вот, смотрите, огромный, получается, стол. Могут сесть только два персонажа. Ну да, здесь можно добавить приветик. Джек, здравствуй. Джек, мы тебя хотели вообще-то пригласить на праздник, но решили, что мы, наверное, тебя не будем приглашать, потому что к нам сестра приехала. В общем, сори, солнышко, в следующий раз давай. Мы, конечно же, с вами сможем здесь, наверное, стульчики добавить по бокам, потому что, ну, как бы добавлять еще один такой массивный диван. Понимаете, он классный этот диван, мне он нравится. Но, блин, тут только два персонажа помещаются. Это, конечно, как-то прям совсем обидно. Еще я, конечно, хочу очень сильно украсить сегодня наше вот это заведение, потому что, ну, оно, конечно, очень красивое, но я хочу добавить какие-нибудь еще лихтарики, может быть, какие-нибудь, там, не знаю, флажки. Так, 35, ребят, хорошо, пошло, хорошо. Люди, покупайте, вам понравится. Еще 35. Если у нас будет тысяча, это будет уже круто. То есть, если мы с вами сейчас хотя бы, ну, на тысячу сможем все это попродавать, но у нас, правда, видите, уже пошла вторая половина кулинарной ярмарки. Ой, да ладно, смотрите, Мортимер пришел, вспомнил он про наше заведение. А то мы с вами его уговаривали, как-то, помню, уговаривали купить. А он все, не приходил, не приходил или приходил, топтался и уходил Трэвис. Подожди, ты же вроде бы... Стоп, он нам звонил, по-моему, по поводу Ванессы, а тут по поводу Бетти. Сам думай, я уже не знаю. Знаешь, Трэвис, ты такой какой-то ветреный, то у тебя Ванесса, то у тебя Бетти. Вот понимаете? О, ребята, покупают. Так, сколько чего у нас осталось? Давайте проверять. Значит, две. Да ладно, порции. Ой, еще купил, смотрите, мои хорошие. Пять порций, шесть порций. А что это они пиццу так медленно покупают? И еще четыре. Ага, вот оно что. Ну вот, конечно, хотелось бы, чтобы они сейчас все это разобрали. Мне, наверное, придется еще одну ярмарку устроить. И только тогда мы, наверное, с вами сможем все-таки, кстати, повысить цены, ребят. Мы же с вами собирались повысить цены. Давайте, наверное, пятьдесят уже выставим. Раз у нас все великолепное, то я считаю, что даже надо не просто пятьдесят, а, наверное, уже можно было бы семьдесят пять. Учитывая, кстати, ребята, вы можете поздравить нашу Карли. Смотрите, у нее кулинария уже десятый уровень. А мне кажется, что это как бы говорит уже о том, что она у нас умничка. Она готовит у нас очень-очень даже хорошо. И я думаю, что мы с вами сможем повышать, повышать и повышать привет. Кэролайн? Ребята, Кэролайн беременна? Кэролайн! Подождите, я что-то пропустила? Подождите, Кэролайн Кертис. Это Джек Кертис. И, кстати, да, многие обратили внимание, что Ева Кертис. Но, как бы, подождите, Кэролайн беременна? Мы с вами об этом знали или же нет? Что у нас осталось? Я смотрю, что, кстати, самое популярное блюдо у нас получается вафли с курицей. Это что, вафли с грибами? Значит, с беконом и с яблоками. Это было самое популярное блюдо. Поэтому мы с вами тоже обязательно приготовим. Только давайте мы ее отправим сейчас в туалет. Итак, у нас 1093, ребят. Надо это все продать. А ты можешь еще вот эти вот тарелки убрать и помыть? У нас здесь должно быть чисто. У нас должно быть красиво. Видите, у нас тут блым-блым делают вот эти вот всякие блыскитки. Поэтому это говорит о том, что у нас тут чистенько. Более-менее. Нам нужно вот это вот все сейчас продать. Значит, что у нас здесь? Здесь у нас 4 порции. 5, 6 и 3. Ребят, у нас тут такое происходит. Игра, что ты делаешь? Остановись, не перекручивай весь сюжет. В общем, наша Карли начинает кулинарную ярмарку. Первый приходит Трэвис. И он намекает ей на вуху. Причем самое интересное, я же вам рассказывала буквально там пару минут назад, что у Трэвиса сначала было свидание с Ванессой, потом свидание с Бетти у него должно было быть. И, ну как бы, он ей говорит, что ты мне нравишься, и я хочу посмотреть на тебя, когда ты будешь голая, и я буду голой. И затем мы с тобой кое-что можем сделать, и мне кажется, что Карли просто в шоке. Вот я, честно говоря, в шоке. Я не думала, что он придет прямо на ярмарку, и будет такой говорить, я хочу на тебя посмотреть, когда ты голая. Причем учитывая, что она стоит среди вот этих вот пицц. Ну, как бы, мне кажется, что соглашаться сейчас это... Not a good idea. Not interested. Ну, я не знаю, может быть, он ей нравится. Кстати, я совсем забыла посмотреть, как она к нему относится. Давай, let's see about that some other time. И не сейчас, короче. Sorry, солнышко, но у нас тут посетители. К нам пришел Роберт Кертис. А у них как? А у них, ребята, в принципе... Давайте откроем профиль. Ну, смотрите, он сосед. Но она его считает просто basic looking. То есть он как бы не красавец, но и... Но у них прекрасная совместимость. Ребята, у них прекрасная совместимость. Ну, я не знаю, что делать. Мне просто Трэвис сейчас в шок поверх. Я-то думала, что он пришел, может, опять рассказать про свои свиданки какие-то. А он как бы... Ну, как бы, мне нравится. Она, кстати, отвернулась. Да-да-да, ла-ла-ла, ла-ла-ла, да-да-да, я тут продаю. Где там у меня пицца? Где там были еще запасы пиццы? Официант, принеси мне еще больше пиццы. Ох, я же забыла. У меня нет официантов. Точно, я сама себе официант. Я сама себе м-м-м-м-менеджер. У нас за 78 что-то купили. Это просто прекрасно. Ребята, я в шоке. Я просто в шоке. Вы понимаете? Вот Трэвис, он сначала как-то вроде бы... Ну, вроде бы как бы строил глазки нашей... Карли, потом он вроде бы не строил. Потом он нам начал рассказывать про каких-то своих подружек. Ну, и как-то я не знаю. Вот я не знаю. У нас какая-то сложная ситуация, учитывая, что как бы мы вроде бы пытались с Джеком там что-то наладить. Где-то как-то. Но тут я понимаю, что Трэвис у нас, знаете, такой настойчивый парнишка. Не знаю. Может быть, он бегает, конечно, со всеми на свиданки. Но... Но... Но надо будет подумать. Итого у нас уже есть 1900 семиллионов, ребята. Это значит, что мы с вами можем попытаться, попытаться добавить второй этаж. Только нам бы, наверное, сначала все-таки включить здесь свет. Итак, мы с вами делаем чпоньк, поднимаемся наверх. И давайте будем так вот трошки подсматривать. Значит, мы с вами планируем добавить маленький балкончик. Я надеюсь, что я смогу это сейчас сделать. Значит, что мы делаем? Мы делаем раз... В смысле? А, ну да, конечно, Даша. Добрый вечер. Тебе же нужно деньги перевезти. Давайте 1900 семиллионов, наверное, и переведем. 2000 семиллионов. Ну, не знаю, на что нам сейчас хватит. 2000 семиллионов. Раз, два, и все. И 800 осталось, ребят. Эм, 300. Ребят, мне как раз хватит на вот такую вот коробку. И осталось 100. Не, ну все. В принципе, наше заведение почти готово. Как думаете? Я хотя бы... Покрытие... Ха-ха-ха. Ребят, я даже покрытия не могу добавить. Давайте хотя бы здесь добавим. Эм, не знаю, здесь. И вот здесь. А если еще раз? И вот тут два, три. Ребят, нам хватит на вот эти вот стеночки хотя бы? Ну, допустим, сзади никто там ничего видеть не будет. Ну, смотрите. Да, у нас осталось 13 семиллионов. Но в целом у нас есть уже второй этаж. На втором этаже я бы, наверное, разместила больше столиков. То есть здесь у нас будет такое вот местечко посидеть. Можно там какие-то танцульки устраивать. И я думаю, что, наверное, лестница у нас будет, скорее всего, вот здесь. Ну что, ребят, у нас осталось 48 семиллионов. И тут у нас сколько? Угу. 13. Но мы с вами смогли все продать. Я думаю, что наша... Слушайте, так у нее все в порядке. Давайте мы сейчас вернемся. И наша Карли устроит еще дома небольшую распродажу. Потому что у нас огромное количество вот этих вот всяких лягушек. Потом у нас есть какие-то камешки. Надо это все продать. Самое интересное, что Ева тоже только-только вернулась домой. Кстати, нам нужно будет поубирать вот эти вот все украшения. Потому что у нас уже как бы зима. И мне кажется, что эти украшения стоит перенести, наверное, уже на следующий год. Ребят, а почему здесь... А почему у нас тут вот эти вот досточки с ингредиентами? Скажите, пожалуйста. Давайте просмотрим пока. Ну тут... Подождите, это как? Это... У нас здесь как бы ничего нет, а как бы что-то есть. Ладно, приберись, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Наверное, Ева хотела здесь что-то приготовить на улице. Но, наверное, я поняла, что здесь очень холодно. И, наверное, не надо так делать. Ребят, что это такое? Ты можешь убрать? Ребят, непонятно, что это такое. Ну да ладно. Значит, мы с вами должны просмотреть багаж. Я предлагаю повыставлять пломбит. Потом давайте выставим розовый кварц. Я надеюсь, что я это смогу сейчас продать. Потому что... Ну, хотелось бы, чтобы у нас было еще больше денег. Кстати, ребят, у нас тут какое-то тесто. Тесто! Зачем ты с собой таскаешь тесто? Оно уже, небось, пропало, да? О, жидкое испорченное. Испорченное и испорченное. Ну супер, тоже дякую. Тебя мы сюда отправляем. Тебя мы тоже сюда отправляем. Что мы... Ну зачем? Хорошая моя, не надо так делать. Ладно. Не хочешь туда? Давай в мусорку. Давай вот сюда отправим это тесто. Потом я бы хотела, конечно, наверное, может быть, розы выставить. И давайте, может быть... Лилии нет. Нет, не хочу пока выставлять тюльпаны. Ну давайте, наверное, и тюльпаны. Значит, мы с вами выкладываем все на стол. Ну и теперь будем обслуживать. Потому что что нам с вами делать? Нам нужно устроить распродажу. Мы должны начинать дворовую распродажу. Главное, чтобы нас сейчас не купили вот эти вот ингредиенты. Ребят, вообще что это такое? Это, по-моему, мука, сыр. А это желтые яйца или что это, ребят? Как думаете? Вот это явно кусочек маселка. Это у нас мука. А это что? Похоже на яйца, но не желтого цвета. Ребят, напишите в комментариях, что это. Может, это картошка? Может быть, это... Я не знаю, уже готовое тесто. Может быть, тут у нас просто мука. Тут уже, знаете, соединили ингредиенты. Это у нас просто такие вот готовые пирожочки. Но пока не очень понятно. Здрасте! Кэролайн, мы с тобой так давно не виделись. Вот прям очень... А что ты в ее сторону так поглядываешь? Люди, купите у нас сейчас срочно вот это вот все, потому что нам нужны деньги. У нас осталось 48 симолеонов. Карли смогла заработать достаточно много денег, и теперь у нас есть 1210 симолеонов. Она проснулась аж в 5 часов вечера. И вы только посмотрите, с какими мыслями она просыпается. Все-таки ей нравится Джек. А, кстати, давайте посмотрим. С Джеком у нее, с Джеком у нее тоже прекрасная совместимость. Давайте откроем профиль. И она его считает привлекательным. То есть, если Трэвис у нас такой basic looking, то Джека она считает привлекательным. Но, понимаете, он нам не пишет, не звонит. Вообще, как бы, нас игнорирует. Пришел что-то, купил и ушел. Кстати, здесь у нас сидит малышка. А давайте вообще я вам покажу, что у нас дома происходит, ребят. А дома у нас полнейшая жесть. В общем, наша Карли вернулась домой. И у нас грязная раковина. У нас сломанный унитаз. У нас, у нас, у нас здесь какие-то лужи. Ну, хоть не сломанный душ. И еще у нас сломанная вторая раковина. Ребята, как это все могло произойти? Ну, не было полдня нашей Карли дома. Ну, почему все сломано? Почему у нас все не работает? И плюс нам еще счета пришли. Ох, ребята. Давайте мы попросим ее сейчас срочно это все починить. Сколько у нас времени? Два часа, ребят. Конфуз через два часа. Трэвис? Вы не пове... Вы издеваетесь! Ребята, он же пришел полдня назад и сказал, я хочу посмотреть на тебя голую. И тут он говорит, что Бетти это его любовь. Так, все, поздравляю. Ты молодец. Такое ощущение, что он, знаете, себя ведет как пидлеток. Такой, я вот хочу, чтобы она на меня обратила внимание. Я буду ей рассказывать про все свои романы. Я ей буду вот писать, докладывать. Может быть, она меня приревнует, и потом она будет со мной. Ну, не знаю, но это как-то реально странно выглядит. Его вчерашнее предложение, это просто был какой-то, ну, я не знаю, капец полный. Ребята, 42 минуты. По-моему, сейчас будет конфуз. Или она успеет? Как думаете, ребят, успеет? Нет? Нет. Не успевает. Или успеет? Нет, ребята, она не успеет. Она не успевает. Стой. Не успела. Не успела. Стоп, а мы можем отменить? Она даже не успела починить. А ты можешь еще раз починить? Вот это прям обидно стало. Да я понимаю, сейчас тебя отправлю в душ. Я тебя прошу, дочини уже. Все, молодец. Иди, пожалуйста, наверное, прими горячий душ с паром. И сегодня мы с вами отправимся в город. Я думаю, что мы можем взять с собой Еву. Я хочу, чтобы наша... Элиза? Откуда Элиза знает, что мы друзья? Слушайте, как-то этот Трэвис... Вот смотрите. Значит, Трэвис попросил, наверное, Элизу, чтобы та нам позвонила и сказала, «Ммм, вы теперь друзья? Он такой классный парень. Обрати на него внимание». Ну вот реально, оно как-то, знаете, попахивает таким вот каким-то вот странным поворотом. И, кстати, ребят, наша Ева, когда наконец-то наша Карли закончила вот эту вот распродажу, мы поднялись наверх. Понятное дело, что Карли отправилась отдыхать, а Ева репетировала возле зеркала. Слушайте, а может, Ева хочет стать актрисой? Как думаете? Может быть, она мечтает реально стать актрисой? Зачем? Ну зачем ты это все делаешь? Не надо готовить бисквитный торт. Не надо тебе это делать. Давай, как ты это выброшу вот сюда. У нас, по крайней мере, мусорный ящик не сломается, если мы туда что-то выбросим. И я тебя хочу попросить, почини. Давай, почини. Нам еще счета нужно оплатить, ребят. У нас счета 859 миллионов. Понимаете, все, что мы с вами смогли продать, все пойдет сейчас на счета. Ну вот, как всегда, понимаете. Стараешься, стараешься заработать трошки больше. А в итоге мы с вами практически в ноль выходим. Значит, дорогая моя, наверное, ты доготовь этот бисквитный торт. Уже ладно, будет у нас бисквитный тортик. Но ты, наверное, знаешь, что сделаешь? Ты, наверное, будешь кушать сейчас вот эти вот яблоки. Потому что часть яблок я, конечно, хочу продать. Но часть яблок она могла бы сейчас скушать. Блин, ребята, 8 вечера. 8 вечера. Мы, наверное, все-таки Еву возьмем с собой. Но я думаю, что Ванессу, наверное, они с собой брать не будут. Потому что, как бы, ну, полдевятого. Ну, добрый вечер. Куда они будут отправляться? Поэтому я думаю, что они вдвоем сейчас... О, надо будет перебрать. Сейчас отправятся в город. Все-таки понедельник у нас будет такой, вы знаете, полувыходной. Потому что, вы же видите, мы с вами должны... Да, я понимаю, что у тебя нет настроения, тебе хочется с кем-то поболтать. Сейчас вы отправитесь, погуляете, проведете время вместе. Кушай яблочки. Тебе понравится яблочко. Кстати, а как тут наш бисквитный? Ребята, мне кажется, бисквитному тортику сейчас придет какой-то полный капец. Слушайте, она до сих пор репетирует. Смотрите, видите? Она продолжает репетировать. Может быть, она действительно мечтает стать актрисой? Это было бы, конечно, очень-очень круто. Малышка, я смотрю, вообще здесь уснула. А мы с вами должны попросить... Кстати, нашу Карли, она же у нас все-таки как бы хочет стать известной личностью. Поэтому давайте мы попросим ее сделать сейчас фотографию. И она ее выложит. Я тортик хочу все-таки отправить туда, в холодильник. Потому что, может быть, тортик мы с вами выставим. Ну, а о чем бы и не, как говорится? Мне кажется, что идея очень даже неплохая. Ну, раз его никто кушать не будет, если вдруг его никто не будет кушать, то мы с вами сможем выставить у себя в магазинчике. И сможем на этом даже заработать. Значит, протирай пол. О, ребята, у нас уже чисто. Все, прекрасно. Значит, мы сейчас берем нашу Еву и отправляемся в город. В итоге Карли решила пригласить Еву в спортзал. Но что-то мне подсказывает, что Ева, наверное, наделает, что мы с вами отправимся в какую-то кафешку или же ночной клуб. А тут наша Карли такая говорит, «Слушай, а поехали в новый спортзал». В общем, наши девчонки уже в спортзале. И, кстати, ребят, смотрите, тут открылся каток. Ну, посмотрите, как тут красиво. Да, я знаю, я буду вам каждую серию, когда у нас здесь зима, говорить, какая тут красота. Ну, тут реально красиво. Ну, вот посмотрите, там маяк. Тут у нас вот такие вот обледенелые деревья. Снежочек. Ну, красиво. Красиво. Скажите, что красиво. Значит, красиво. Давайте, может быть, мы трошки поболтаем с Евой, потому что вы видите, что настроение у нашей Карли просто ужасное. У нее общение ниже некуда. Причем самое интересное, что она же как бы со всеми общалась в заведении. Она неловкая в общении. Окей, хорошо, окей. В общем... Ой-ой, они уже ругаются. Она вроде бы со всеми общалась. Давайте мы ее успокоим. Она со всеми общалась. У них у всех было все хорошо. И с ней вроде бы делились впечатлениями касательно ее смоколок и другие персонажи. И тут все. И тут добрый вечер, получается. И у нее общение ниже некуда. Слушайте, а чего у них с Евой такие проблемы? Слушайте, может быть, она действительно расстроилась, что как бы... Ну, я хотела куда-то с тобой сходить в какое-то другое заведение, а ты меня тащишь в 10 часов вечера в спортзал. Ну, ты что, злузду съехала? Чи шо? Новая семейная динамика. Шутники. Прекрасно. Ребята, холодрыга. Ну да, я стою, хвалю снег. Потом такая... Ой, а чего это холодрыга? Потому что холодрыга. Давай отправляйся на разминку. Быстро. Быстро давай. Дорогая моя, быстро внутрь или я сейчас начну скандалить. Фух, успела. Вы представляете себе? Она сейчас погибла. Вот это было бы, конечно... Воу, смотрите, у нас тут танцы. Я вам говорю. Она точно хочет стать актрисой. Вот она все время репетирует. Она все время чем-то занимается. Она все время песенки поет, танцует. Мне кажется, что она хочет стать актрисой. И это, кстати, было бы очень круто. Нет, конечно, хотелось бы, чтобы она нам помогала. Но раз уж такие дела, то, может быть, она действительно будет актрисой. И, и, и... Фух, я уже думала, это к нам пришел сюда Трэвис. Знаете, вот я не знаю, как сейчас с Трэвисом мы будем общаться. Потому что, ну, как бы, может быть, он, конечно, сюда и не придет. Но такие неловкие у нас какие-то с ним повороты. То есть, то он вроде бы нам строит глазки, то он не строит глазки. То вообще непонятно, кому он там глазки строит. А, здрасте. Алина, а вы, случайно, не тренер? Я тут где-то тренера видела. Саманта, а вы не хотите нам, как бы, ну, помочь с обучением? А вы заняты, нет? Может, вы все-таки нам поможете? А не обязательно было выходить здесь. Можно было пройти там. Ну, ладно, может быть, вам так удобнее. В общем, я надеюсь, что, конечно, с Трэвисом у нас не будет больше каких-то неловких встреч. Потому что, ну, это действительно странно. Ой, да ладно, добрый вечер. А, это Вольган. Я думала, это сюда пришел. Почему опять Трэвис? Ребята, почему нам все время игра пихает этого Трэвиса? Слушайте, ну, может, он где-то здесь? Давайте посмотрим. Может, он где-то тут появился? Трэвис, где ты прячешься? Ты не вот в этой машинке прячешься? Давайте посмотрим. Слушайте, у нас Трэвис, 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 Трэвис. Фух, его не здесь. Его нет здесь. Я уже перепугалась, что он сюда пришел, что он следит за нашей Карли. И он действительно туда-сюда ходит, туда-сюда. Так, ну, мы с вами должны, конечно, еще, наверное, может быть, с Самантой поболтать. Давайте мы ей смешно вообще представимся. Ей нравится фитнес, это просто бимба. Давайте мы ей представимся. Может быть, мы с ней сможем сейчас как-то подружиться. Потому что хотелось бы, конечно, чтобы у нас было больше друзей, больше знакомых. Мы всем будем рассказывать, какие у нас смоколыки. Приходите, попробуйте, мы вам скидку сделаем. Попросить потрогать живот? Нет, не надо. Давай, может быть, сначала просто... Нет, спорить тоже мы не будем. Проявлять нервозность. Да, давай, проявляй нервозность. Ты у нас трошки нервная. Мы с вами это знаем, что она нервная. И давайте похвастаемся статусом. Я не вижу, вроде бы, пока что Трэвиса. Ни Трэвиса, кстати, я не вижу ни Джека. То есть думает она о Джеке, а глазки ей строит Трэвис. Вы представляете, у нас тут прям самый настоящий любовный треугольник выходит. Мы должны еще с ней, наверное, ну, не знаю, дать совет можем. Провести с ней время. Ну, не думаю, что она прям захочет сейчас с ней время проводить. Поднимем настроение. И затем я хочу, чтобы она все-таки еще позанималась. Мы же с вами не зря пришли в спортзал. Ребята, а где Ева? А шось не бачу? А где Ева? А куда? А где? Она что, уже ушла? Нет, вот она ходит. А куда она идет? Она взяла чашечку кофе и, наверное, решила, что надо здесь посидеть. Ну, правильно. Зачем сидеть внутри здания, если у нас тут такая красота, ребят? Ну, я не знаю. Куда ты идешь? Я вот думала, что мы сейчас ее пригласим пойти покататься. Ну, не хочешь, как хочешь. Мы как бы тебя не заставляем. Слушайте, ну, у нас хотя бы общение растет. То есть это, конечно, очень круто, что у нас появилась новая знакомая. Я смотрю, чтобы тут нигде Трэвис не появился. Новая знакомая появилась. Это хорошо. А вот если тут Трэвис появится, то это не очень хорошо. Как же жалко, что сюда все-таки не пришел Джек, ребят. Ну, я не знаю. Мне кажется, что, наверное, пока что не судьба быть вместе. Но вот что-то мне подсказывает, что, скорее всего, пока нет. Может быть, потом... Кстати, ты можешь сейчас пойти еще потренироваться. Все, Саманта. Дуже дякую за общение. Но нас как бы... Ева уходит. Ева, наверное, решила, что нафига я сюда приперлась. Я хотела потусить. Мне нужно развлечение. Я приехала к своей родственнице, чтобы мы с ней классно провели время. Куда-нибудь ходили. Тем более, что ты так готовишь вкусно. И, может быть, мы с тобой сходим в какой-нибудь еще ресторанчик. Ты мне там расскажешь, что вкусное, что невкусное. А в итоге ты меня повела в спортзал. В общем, короче, я ухожу. Я надеюсь, что она, конечно, не сильно нас надулась, что мы ее не пригласили в заведение. Но в следующий раз пригласим. Но у нас, понимаете, действительно есть необходимость еще заработать достаточно много денег. Потому что я сегодня хочу все-таки заниматься вторым этажом, ребят. Нам нужен второй этаж. Нам очень нужен второй этаж. Потому что у нас как-то странно сейчас выглядит наш ресторанчик-магазинчик-пекарня-кафешка. Нам нужно с ним поработать. Плюс, учитывая, что нам нужно 800 с хвостиком 7 миллионов. Давайте мы, наверное, прямо сейчас и оплатим. Мне кажется, что это будет самый правильный вариант. Давай еще дополню историю. Ну и затем мы должны... Да не психуй ты так! Оплатить счета, ребят. Были 859 с миллионов. И все. 859 с миллионов у нас сейчас спишут. Вы только посмотрите, кто у нас подрос. Главное сейчас забрать вот этот вот тортик. Чтобы он вдруг случайно не привлек Еву. А то вы представляете, что у нас в итоге получится? Я надеюсь, что Ева не будет пытаться забрать тортик. Все, спрячь, спрячь тортик. Мы тебя накормили. Все, хорошая моя коровка. Давай мы тебя погладим. И затем пойдем готовить смоколоки. Так, ребят. Где у нас тут что готовится? Я хочу приготовить еще жидкое тесто. Кстати, будете сейчас смеяться. Наша Карли возвращалась домой. Но она как раз выходила из спортзала. И туда направлялся Трэвис. Но мы сделали вид, что мы очень спешим. Мы как бы что, где, почему. Я не знаю, я спешу. Нам с вами что нужно сделать? Нам нужно, во-первых, заказать продукты. Заказать, заказать, заказать доставку. Нам нужны продукты, ребят. У нас закончилась мука. Давайте мы, наверное, сколько? Пять и пять. И давайте еще помидоры купим. Есть, есть, есть. Скажите, что есть. Есть? Нет. Нет, ребят, есть. Два. Блин. Два. Два. Ребят, придется посадить. Мы сейчас не сможем их использовать. Ну что поробышь? И опять кто-то порвал. Ну почему? Ну зачем? Ну что за люди? Так, забери, пожалуйста. Получи, пожалуйста, вот это вот блюдо. Я просто сегодня хочу, чтобы мы с вами наконец-то закончили, ну хотя бы внешний вид второго этажа. Мы должны добавить окна. Мы должны добавить балкончик. А для этого нам нужно будет очень-очень много денег. Что я могу еще приготовить? Давайте посмотрим. Ноль, 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 ноль. И все. Заготовленные овощи. Кстати, ребят, стоять. А мы можем сделать заготовленные овощи, овощи, овощи. Мясо. Овощи. Да, давай. Готовь овощи. Мы тогда с вами будем сейчас вот эту вот пиццу готовить. Потому что она нам приносит очень-очень много денег. Ей желательно, наверное, сейчас быстренько сходить в туалет. Давай, отправляйся в туалет. Мы сейчас с тобой продукты заберем. Дай, пожалуйста, мне продукты мои. Бегом, бегом. Главное, давай мне. Не надо Еве. Потому что мне кажется, что Ева сейчас что-то скушает. Кстати, а где Ева? Давайте глянем. Ева. А, Ева с малышкой занимается. Смотрите. Ева занимается малышкой. Значит, мы сейчас должны забрать продукты. Быстренько должны наготовить еще вот это вот тесто. Получи заготовленное. Видите, ребят, сколько у нас много дел. У нас огромное количество дел. Значит, разбирай пакет с доставкой. Это у нас готово. Теперь мы с вами готовим еще одну пиццу. Видите, сколько у нас дел. Это мы не готовим. Вот это. Четыре сезона, ребят. Самая классная, самая дорогая у нас на данный момент пицца. Все. Мы это с вами сделали. Значит, это мы отправляем вот сюда. Плод граната. И нам нужны томаты. Потому что мы их должны сейчас посадить. Хочешь, не хочешь. И желательно выращивать. Что у нас не всегда есть томаты в продаже. Помидорчик. И мы делаем чпоньк. Мы же сможем их здесь посадить? Я надеюсь, что сможем. Главное не нажать. Есть, ребят. Нет, мне в принципе очень нравится сажать помидоры под музыку. Но может быть вы лучше домой пойдете? Дуже дякую. Меня услышали, ребят. Вы представляете? А ты готовишь жидкое тесто? Нет еще. Фух, у нас хотя бы яйца есть, ребят. А то я как-то совсем забыла посмотреть. У нас яйца есть, нет. Нет, что мы здесь можем? А мы ничего не можем, потому что нам нужно жидкое тесто. Поэтому хочешь, не хочешь, нужно подать блюдо. Забирай, пожалуйста. И мы сейчас с вами должны будем забрать... Ребят, вы понимаете, что у нас сломал... Сейчас и теста здесь не будет. Да вы издеваетесь? Блин, ну, ребята, ну это просто будет сегодня какой-то эпик фейл у нас на кухне. Получи... Фух, ребята, я уже перепугалась, что у нас все. А у нас действительно есть сегодня какой-то частичный эпик фейл. Значит, 40, 55... Самые дорогие... О, сердечные! Готовь, сердечные! Срочно нужно приготовить сердечные. А здесь давай, наверное, еще одну пиццу. За 65. Все, ребят. Мы сейчас вот это с вами наготовим. Заберем и отправимся к нам в заведение. А скоро, между прочим, канун праздника зимы. Ребят, Ева сломала холодильник. И они, по-моему, начинают ругаться. Ава? Ава хочет зайти в гости. Хочешь, заходи, но мы все равно сейчас отправляемся к нам в магазин. Ребят, Ева сломала холодильник. Ребят, у нас какой-то любовный треугольник получается. Потому что к нам в заведение пришел и Трэвис, и Джек. Интересно, а что они взяли? Он взял вот эти вот сердечные... Ребят, они взяли сердечные вафли. Ну вот что с ними делать? Вот что с ними делать, ребят? Ну вот как-то прям совсем непонятно, что будет у нас в итоге с этими двумя ребятами. Кого выберет Карли? А может быть, она вообще никого не выберет? И, кстати, только что ей звонила Ева. Видимо, она пыталась извиниться за холодильник. Но у нашей Карли очень много дел. Поэтому, к сожалению, пока что она с ней пообщаться не может. У нас есть еще восемь, семь, восемь, пять и шесть порций вот этих вот смоколоков. И у нас уже есть семьсот шестьдесят симолеонов. В принципе... Ооо, восемьсот семьдесят один, ребята! Я думаю, что как только у нас закончится кулинарная ярмарка, мы с вами наконец-то сможем заняться вторым этажом. И, может быть, даже крышу добавим, ребят. А если у нас еще крыша будет, то это будет взагалебимба. Вот такую крышу возьмем. Мы можем еще окошки вот эти вот добавить. Ну и, в принципе, в принципе, мне кажется, что смотреться будет очень-очень даже симпатичненько. Карли очень сильно устала. И, к сожалению, продать она все не смогла. Но у нас есть две тысячи двести симолеонов, ребят. А это значит, что мы можем ее пока что отправить отдыхать. А сами мы с вами займемся ремонтом. Наконец-то, ребят. Наконец-то мы с вами добавим второй этаж. Ну, примерно добавим второй этаж, потому что две тысячи все-таки маловато. Значит, что мы с вами делаем? Мы переводим две тысячи симолеонов. Только наоборот нам нужно вот так вот сделать. Две тысячи тринадцать, ребят. Поднимаемся наверх. И давайте думать. Значит, во-первых, надо добавить, наверное, крышу. Стоп! Стоп! Надо сначала добавить потолок, потому что я себя знаю. Я же забуду про потолок. И потом все будут смеяться и говорить, Даша, а как же потолок? А я буду говорить, я совсем про него забыла. А можно мне скопировать... Подождите, а какой у нас вообще был потолок? Давайте глянем. Какой у нас здесь был потолок? А, у нас тут был другой потолок. Подождите, а какой у нас здесь потолок? Вот этот? Нет, не вот этот, может быть, у нас... Да нет, не вот этот. А какой у нас здесь потолок, кто помнит? И не этот. И не этот! Ладно, давайте, может быть, вот такой вот возьмем. Подождите, можно взять? Давайте вот этот вот раз. И здесь у нас будет два. И у нас уже тысяча семьсот семиллионов. Класс! Какие мы возьмем окна? Ой, не бачи баба, где у нас окна? Ага, мы с вами можем взять, знаете, какие? Мы можем с вами взять окна, переходим, понятно, в базовую игру, наборы, базовая игра. Я хочу взять вот эти, там, по-моему, вот такие же как раз окна и были использованы. Значит, мы с вами делаем раз, два, три, и здесь у нас будет раз, два, три. Вот такие вот окошки, и давайте, наверное, сразу крышу добавим. Крыша, 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 оп, смотрите, какая у нас красота. Давайте, наверное, только еще сделаем, хопа, вот, вот так мне еще больше нравится. Теперь давайте перила добавим, перила что же должно быть? И, кстати, можем взять вот эти, они очень даже неплохо смотрятся, добавляем, и здесь у нас будет дверь. Ну, одна же дверь хотя бы должна быть. Можно взять вот такую, но я, наверное, возьму, возьму... Ну, нет, это мне не нравится. Вот эту? Эту? Нет, эту не хочу. Давайте, наверное, такую же. Нам только по цвету надо бы подобрать. Наверное, вот эта нам двери подойдет. Все, прекрасно. Теперь я хочу добавить, наверное, хотя бы лестницу, подъем же наверх у нас должен быть хоть какой-нибудь. Возьмем, наверное, вот эту лесенку. Ай, как тебе разместить? Вообще, наверное, вот так. Но, нет, мы так ее не можем разместить. Вот так, что ли, будем размещать? Здесь у нас подъем, там у нас будет дверь. Ну, давайте, ладно, вот так. И тогда вот эту дверь мы вот сюда перемещаем. Даже вот так вот, смотрите, мы можем выровнять. И получается not so bad. Тогда мы копируем вот это, размещаем вот здесь. И, конечно же, ребята, у нас уже денег нет. У нас уже все, денег нет. Можно добавить перила? Да, 225 симолеонов. Поднимаемся наверх. И здесь у нас будет, понятное дело, что еще один туалет. И здесь у нас, наверное, можно добавить... Давайте хотя бы один стул. Давайте мы добавим один стул, и все. И у нас уже больше денег нет. Пока что второй этаж у нас, знаете, такой вот просто второй этаж. На него нет смысла подниматься, потому что, как бы, там еще никакой мебели нет. Вот такой стульчик. Ну, вот, понимаете, можно было бы здесь... А если я здесь добавлю? Как думаете, наши симы... Стоп! А давайте с этой стороны. Наши симы с той стороны садятся, поэтому я думаю, что здесь можно добавить стульчик. Ну, и, в принципе, хотя бы три персонажа теперь могут кушать за вот этим вот столом. Ребята, у нас уже есть второй этаж! Наконец-то! Нам еще добавить парочку каких-то симпатичных кущиков, какие-нибудь деревья, и будет вообще просто бимба. Ну что, друзья мои, мы с вами сегодня смогли заработать очень много денег и продолжили делать наш ремонт. А что будет дальше, мы с вами узнаем уже в следующей серии. Я надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok